Добрый день! Анна Литвинка, хозяйка студии, ушла в отпуск, однако городские проблемы остались. И в этой студии мы продолжаем их традиционное обсуждение. Сегодня мы обсудим судьбу замороженных городских строительных проектов. А обсуждать вместе с нами ее будут наши гости. Итак, сегодня в студии у нас городозащитник, заместитель председателя городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов и член правления Союза архитекторов России Михаил Мамошин. У нас достаточно много проектов, которые в последнее время были заморожены. Ну, во-первых, там, значит, как бы работа, несмотря на сообщение о том, что как бы окончательно все решено, ничего там не строить. И я хочу сказать следующее, что вот в течение, наверное, последней нашей встречи с Александром Александровичем, наверное, год назад инвестор полностью пересмотрел свои планы. В моей мастерской выполнена концепция преобразования трамвайного парка под музей городского транспорта без разборки. Также там есть еще территория парка, которую надо думать, чем занять. То есть, в принципе, наверное, трамвайный парк является такой иллюстрацией, может быть, эволюции, что ли, взгляда. Потому что ведь никому не секрет, что два предыдущих трамвайных парка на Барочной и трамвайный парк в Песках просто были сметены без всяких дискуссий. Когда вы создаете свои проекты, не бывает так, что градозащитники, они своими выступлениями во многом ограничивают фантазию архитекторов? Ну вот как раз тот проект, о котором Михаил Александрович начал говорить, проект Творца искусств на месте Слеостровского трамвайного парка на Среднем проспекте. Это, в общем-то, довольно яркий такой пример, который начинался с довольно жесткой конфронтации между градозащитным сообществом, градозащитными организациями. Ну и сейчас, действительно, с приходом новой администрации происходит определенная трансформация планов по развитию этой территории. Я очень рад, что все-таки здравый смысл восторжествовал, и уже сейчас в ней идет речь о сносе и разборке этих исторических построек. Вопрос, как-то мы переместимся все ближе и ближе вглубь и в сердце Петербурга, апрексим двор. Как недавно сказал Георгий Полтавченко, проект зашел в градостроительный тупик. И как его развивать, на данный момент непонятно. Вот поделитесь, пожалуйста, своим мнением на счет апрексим двора. Историко-культурная экспертиза, которая была сделана по этой территории, она позволяла разборку, если я не ошибаюсь, шести построек поздних советских, не представлявших историко-культурной ценности. Остальные здания в той или иной степени должны были быть реконструированы, отреставрированы и приспособлены к современному использованию. Вот эта гораздо более щадящая концепция, ну, видимо, по экономическим причинам она не очень устраивала инвестора. Было довольно много баталий вокруг этой территории. Но я не вижу никакого другого пути, не нарушая законодательство, не разрушая историческую среду, как только вот реализовать те выводы, которые были сделаны в акте государственной историко-культурной экспертизы по этой территории. Есть ли у вас какое-то видение, что может появиться и в каком виде сейчас на этой территории? Мне кажется, что территория Апраксина двора, территория обводного канала, территория внутриквартальных петербургских пространств имеют одну общую какую-то вот проблему. Суть проблемы – это мелкое лоскутное дело собственников, которые имеют каждый свой интерес. Мне кажется, что вот где-то в эпоху, когда проводилась приватизация, если бы как-то мы предвидели многие вещи наперед, то какие-то территории типа Апраксина двора, внутриквартальных пространств, к примеру, они не подлежали бы, допустим, приватизации. Какие-то вторые, третьи дворы Петербурга, вот все, что там кроме первого двора, тоже не подлежали бы. И таким образом город получил бы какой-то просто феноменальный потенциал для будущего какого-то интровертного развития, оставляя красные линии исторические и как бы общаясь с памятниками, имея возможность какого-то научного нормального подхода к памятникам. Потому что ведь эти здания, невысокие здания, и эти здания важны как первоисточник, его можно передвигать. Там могли быть очень много всевозможных каких-то новых технологий, которые современные правила землепользования, вот эти кадастры на землю, они просто ставят в тупик использование каких-то более инновационных технологий. Это очень обидно, что вот у нас вот все вот эти территории представляют какое-то мелкое, лоскутное одеяло собственников. У меня есть еще один проект, который, опять же, был приостановлен. Это жилой комплекс на участке Шкапина-Резенштейна. Опять же, меня интересует ваше мнение, почему этот проект все-таки заморожен, почему ему не дали развиться? Было бы правильно вернуть туда жилую функцию. Это участок очень близко к историческому центру. Вот при реализации программ расселения коммуналок, работы с военным и ветхим фондом, неизбежно нужны какие-то городские участки, где можно было бы строить жилье эконом-класса и переселять туда людей. Далеко не все, живущие в центре, готовы и хотят уехать куда-то на окраины. С точки зрения архитектурной, безусловно, я считал бы правильным при строительстве в этом квартале воссоздание тех фасадных решений по Шкапине-Резенштейна, которые были уничтожены в результате сноса такого тотального квартала. Скажите, вы не считаете, что Петербургу для того, чтобы развиваться, надо идти ввысь? Из высотных зданий могут появиться только однозначно воссозданные храмы, если решат восстанавливать, на Покровке, на Сенной площади. Эти вертикали крайне необходимы городу, утрачены. Они утрачены, их не хватает. Наверное, порядка 10-15 таких объектов есть. На историческом центре, если не сейчас, это будет воссоздано, а все остальное должно находиться в регламенте. Есть такой термин, очень интересный, забытый. Городостроительные тени называется он. Когда совершенно неожиданно начинаешь замечать нечто случайное. К примеру, в створе Вознесенского проспекта мы видим высотное здание, 100-метровое, которое там находится на площади Конституции. Причем его видно в пасмурный день, его не видно, а в солнечный день, когда еще контр-жура нет, его видно. И таких теней очень много, градостроительных, случайных. Есть много каких-то замыканий, когда идешь по Пестеля и по Маховой, по Монблан, страшно, если отойти, вдруг неожиданно мы видим совершенно не городской пейзаж. Такие же градостроительные тени мы видим на парадном квартале, нетрадиционные вещи, когда улица Рылеева, ну вся вот эта сеть улиц Литейной части, она как-то была не закрыта, она была открыта, уходила туда вот в казармы. Поэтому вот это градостроительные тени, это сложная вещь. К сожалению, за Смольным собором замыкается. Что сегодня произошло? Сегодня просто вся проблематика заключается в том, что расконсервировался центр. Центр, который всегда был законсервирован, он чуть-чуть расконсервировался, потому что понадобились представительские функции для бизнеса, пришел бизнес. Да не чуть-чуть, довольно активно, да, расконсервировался. Ну, я бы не сказал, что активно, потому что, по большому счету, в городе только одна ошибка – Монблан. Вот Монблан, если бы не было Монблана, по большому счету… Ну, я не согласен, ошибок, конечно… Остальные больше стилистические ошибки, стилистические… Скажите, а насчет ошибок у меня маленький вопрос. Сцена, вторая сцена Мариинского театра, как вы к ней относитесь, согласитесь? Она очень… Достаточно необычный проект для нашего города. Очень даже тривиальный, необычный, очень примитивный проект для нашего города получился. Вы понимаете? Можно я отвечу? После стольких лет, конечно, да, я согласен. После стольких лет, столько вложенных денег туда, получить такой неинтересный… Что касается второй сцены Мариинского театра, мне кажется, ну, во-первых, первая ошибка была сделана по приглашению участников конкурса. Вот если бы там пригласили Рафаэля Манео, там был вот Марио Ботта, там был бы пул вот таких, понимаете, архитекторов, художников, мастеров, то вот работа бы… И не было бы там людей формата МОСа, который начинался, да, не было бы людей формата Доминика Перо. Доминик Перо – хороший архитектор, но, понимаете, есть ведь и большая разница. Это архитекторы глобалисты. Вот им абсолютно все равно, в каком городе работать, потому что то, что он сделал, это могло быть в Париже, в Нью-Йорке, в любом Эмирате, в арабском, понимаете, он сделал космополитическую архитектуру. Да, он там пуанта, золотая, все красиво было, это все преподнесено, что якобы в ней еще какой-то супрематический архитектон Малевича. На самом деле, он немножечко… Ну, во-первых, он сам опростоволосился крепко, ему надо было найти в России приличного партнера с ней вместе работать, он перенадеялся, это раз. Во-вторых, он не сочинил вот эту паутину золотую, он не смог ее придумать. Когда вместо паутины появились какие-то окна, получился какой-то бронтозавр, какое-то такое вот ископаемое. Вот, и потом все прекратилось. А потом началось самое страшное, от его проекта отказывалось. Вместо того, чтобы, уж если пошли этим путем, давайте последовательно доведем. Мы должны были построить это здание, чтобы больше такого не строить. Ну, надо было придумать… Боже, не надо так экспериментировать. Нет-нет-нет, но то, что сегодня, то, что сегодня, это провинциальный дворец культуры, который может быть там, ну, в Салихарде такой, вот я был, в Хаты-Мансийске какой-то такой, вот, ну, дом культуры, оперный театр. Это очень обидно, что вот в результате вот таких вот вложений, в результате таких перформансов, таких культурологических, серьезных, мы получили вещь, которая недостойна нашего города. Я считаю, что, ну, это просто гигантская удача для нашего города, что на этом месте не появилось это странное сооружение. Да, судя по всему, в общем, оно и не имело никаких технических шансов появиться. Но то, что вот сегодня возникло, конечно, оно и несамасштабно, и действительно недостойно. Я бы хотела услышать краткий какой-то план того, как, на ваш взгляд, должен развиваться с архитектурной точки зрения наш город. Мое впечатление, что та активность, которая у нас проявляется в городе, ее очень не хватает вот как раз этому третьему поясу, этим новым районам, где очень плохо у нас и с архитектурой, и с культурой, и с появлением каких-то новых, интересных, заелищных, развлекательных и так далее сооружений, все равно наши горожане едут в центр, потому что, выйдя очень во многих этих районах новостроек, ну, им некуда пойти. Промышленная подкова – это вот наша, как бы, сегодня основная поляна, где что-то происходит, и важнейшие стройки, вот, сделанные в районе, там, Малой Невки, там уже пошло формироваться, сейчас уже идет сохранность промышленных территорий, такая промышленная подкова, и очень интересно, чтобы она заработала как-то инфраструктурно, там могли появиться новые ветки надземного метро, чтобы вот это было какое-то такое вот ожерелье, ну, у нас есть Петербург, ожерелье пригородов замечательное, а вот промежуточная зона между Петербургом и Ленинградской частью, она вот сегодня самый главный потенциал наш сегодня в городе, и территориально, и по возможностям. Я вижу, что тема такая дживотрепещущая. Спасибо вам большое за этот интересный разговор, я надеюсь, что мы смогли обозначить какие-то пути развития нашего исторического центра, и смотрите нас дальше. Редактор субтитров А.Семкин